ну вот решил это все дело не тянуть конечно то есть я сейчас разберу вам покажу как он устроен то есть это самое ну то есть по сути то я его чистить буду потом ну а для вас именно просто с тему видео о его разборе то есть кстати разберу еще красный тоже прям при вас вот я открутил такие болтики от него то есть болтики с электриком то есть с проставкой вот здесь тоже такая резинка стоит то есть чтобы сам модуль зеленый не соприкасался с корпусом а знаете почему потому что у зеленого корпус это плюс то есть это свойство инфракрасный диод такое также делали инфракрасный диода то есть у них корпус это плюс поэтому на модуле он не должен соприкасаться с корпусом зеленый зеленый 532 именно нужно показаться вот этому сторонку откладываем кстати он весь пыльный весь грязный просто короче ужас вот кстати здесь оказался шестигранник и это довольно-таки печка ну так оказывается легко вынимается он кстати керамический и вот там там так сделан модуль сам так секундочку мы здесь шестигранник я так понял он двигается туда весь вот еще к себе бмп профессионально сделанный нифигасти попробуем паста еще живая сейчас я пачкаться не хочется так есть грязный зараза хотя он конечно посевший тоже уже ну и так понял дофига он уже работал вот такие может кто знает такие вещи не все покупают допустим для дома большинство для клуба не покупает ну чё ж такой цилиндр там попробуем сейчас открыть и посмотреть что там конечно эти вещи насколько я знаю так просто хрен откроешь поэтому что-то надо делать к ней здесь карточки лагер сейчас я возьму второй посадили так откроешься на хрен так откроешься а попробуем оставить и зажать граверным булочком прямо здесь где-нибудь ладно давайте так попробуем открутился открутился то есть сейчас особо-то дуть нельзя короче то есть видите все взаимозаменяемо то есть гай подкручиваешь там будет делать чем посмотрим какой здесь вообще устроен какой там кристалл накачки телефон все темно так а сделано здесь все довольно таки довольно таки просто так ничего сложно особо-то и нету цилиндрик и за рассеивающие линзы кстати очень дохрена корее просто капец просто так а там чё там вот нифига не видно чё ну то есть в этой балдашке медный в ней кристалл то есть ктп стоит ктп склейка а давайте вот чтобы закрутим попробуем открутим другую штуку сейчас видно не видно не видно отсюда будет а нифига не ктп склейка вроде бы может ктп склейка дальше нам давайте вот чтобы закрутим попробуем открутим другую штуку вот это что попробую открутить нифига не открутиться зараза а вот что-то пошло короче тот еще конструктор я конечно думал что здесь сделать все поинтереснее будет ну то есть не на 5 мм диоди а все-таки на C-mount вот сделал диоди вот так вот чтобы вам видно было вся система вот он инфракрасный диодик 5 мм 2 мм так а там склейка из кристалла стоит такая маленькая склейка из кристалла то есть вот так все довольно-таки простенько сделано так сейчас поставим бы даже не знаю кто поставить вот обратите обратите внимание может кто уже встречал такое поближе будет вот видите вот видите прямо перед сам кристаллом у инфракрасного лазерного диода стоит маленький кусочек оптоволокна натянутый и приклеенный вот здесь по бокам клеем вот видите как сделано ну-ка фокусируйся это кстати сделано не просто так это микролинза двояко выпуклая микролинза вот это кусочек маленький кусочек оптоволокна то есть он фокусирует сам лазерный кристалл ну то есть сам лазерное излучение ну то на это сам на кристалл вот на это фокусирует то есть внутри кристалл должны получиться песочные часы и начнется генерация 473 блять поехавший уже стал 532 нанометра вот сейчас я здесь почему то свет стал во вот вот я про это про это хотел сказать блин вот он кусочек оптоволокна приклеенный чтобы фокусировать лазерное звучение ну то есть это кристалл накачки то есть не кристалл диод накачки 708 нанометров он выдает 708 нанометров это вот это кусочек оптоволокна немного фокусирует его то есть сам сам 808 нанометров он довольно сильно здесь расходится поэтому делают таким образом наклеить маленький кусочек оптоволокна конечно это конечно довольно таки геморройно ну то есть если вы допустим замените диод и придется его именно к флипу кристалла ну так сказать чтоб он там на каких то микронах был ну почти впритык к кристаллу и естественно вам придется смотреть через телефон ну короче какая какая будет точка на столе какая будет на столе полоска вот от этого кристалла то есть инфракрасная да когда полоска будет нормальная довольно таки допустим если вы вот этот модуль приблизить к столу и будет маленькая точка инфракрасная то это значит все нормально то есть вы его сфокусировали так чё ж теперь сейчас буду рассказывать про другую тему теперь расскажу про КТП вот он титанил фосфат калия именуемый КТП вот он здесь так сделан он кстати очень маленький тоже склейка ну да склейка склейка как в указках обычно ставится то есть не раздельно как в мощных об этом кстати будет еще тема а склейка просто так дешевле дешевле и быстрее но на хорошем довольно таки теплоотводе так ну чё ж сейчас я немного отдалю не 10 рук все таки и еще раз покажу вот так есть смарт через кристалл на лампочку поглядим вот он маленький кристалл такой если вы думаете то что он прозрачный на самом деле там это лабиринты на самом деле в него попадает инфракансное лучение бегает там туда-сюда от зеркала к зеркалу удваивается и выходит 532 нм вот так вот сделано то есть вот такой модуль его ну как сказать геморрой конечно но отремонтировать можно все довольно таки сделано просто ну на мой взгляд так что учитесь так ну чё ж ну вот я его собрал и кстати все отлично работает то есть ну не составило особого труда его квц собрать или допустим сфокусировать то есть потому что он разборный то есть в лазерном проекторе стоит ну хороший разборный модуль который у которого все меняется в отличие вот ну от указочных от указочного фувла в которых вот так просто чтобы допустим разобрал допустим либо диод инфракансный заменил либо кристалл ну основной инфракансный диод перегорает хотя кристалл тоже бывает вздыхает потому что ресурс служеб у них небольшой здесь просто сам кристалл истощается и перестает удвоевать частоту так ну чё ж конечно в этом же видео мы еще открутим красно-лазерный модуль попробуем отремонтировать его ну то есть это самое я как наивный идиот естественно думаю то что дело может в платье что-нибудь на платье сгорело и сам лазер рабочий так сказать то есть вырубаем кстати вот эта штука по-прежнему не греется ни капли так можно конечно подрубить вот к такой платке дешевую с алиэкспресс то есть берем вот вот здесь подключаем так конечно а это модуляция да модуляция подключена и подключена где-то вот здесь тройной фигнюк подключен вообще-то не нравятся мне такие штуки как-то через жопу все то есть самая огромное сейчас его к этой платке подключить вот он все-таки засветится на вот здесь здесь прямо с катушки можно у меня кстати тоже здесь диодный модель потому что который управляет да и здесь кстати стоит то есть нам надо найти здесь красный кстати на данной плате не написано в чего оно модулирует ну то есть TTL или аналог давай что-то глянем здесь еще хотя бы модулирует тоже кстати ничего не написано ну и там ну это определенно кстати вот эти входа то есть по сути то вниз ну во многих я так понял такой контроль перехали только на них произошел еще и RGB а так то здесь в данном в данном модели вот вот этот и вот этот красный и зеленый так ну чё ж сейчас попробую я красным подробнее здесь ищем здесь здесь питание это понял и сзади вот TTL G и лазер GR то есть вот сюда надо рубить красный наш сделано конечно ну не нравится мне когда тут так делают реально неудобно нифига где плюс где минус а плюс походу вот то есть я получается все правильно чтобы его подрубить попробуем немного отжать штуку и переместить поближе так сказать временно вот вот так это должно быть и попробуем подрубить его так это вентилетер у нас это у нас питание да питание здесь идет оно ну то есть здесь стоит диодный мост питание здесь идет с катушки оно переменное давайте сейчас попробуем посмотрим загорится он не загорится вот солнце по-прежнему не горит это значит уже вдох лазер то есть здесь уже нифига не сделаешь ничего значит дело не в плате плата значит работает тупо вдох лазер ну благо он 100 милливатт и поэтому можно особо не плакать то есть невелика потеря можно выдать из 9 целых 200 300 и радуется жизни это конечно мы ставим назад что-то ее засорнется здесь тут штуку ее надо выгнуть ладно выгнется сам нафиг чтоб не забыть где-то шестигранник был шестигранник ух ты бля как раз завинчана нафиг это нам штуку уже не на заплата выбираем модуль вот такой простенький модуль с пластмассовой линзочкой гладенький хорошенький приятненький чё это сам по бокам нигде не откручивается здесь болт который поджимает проводок ну и линза то есть откручивается оно изнутри сам модуль я конечно его отсюда просто демонтирую блин зараза это определенно определенная суперклея любят китайцы суперклеем клеить такие вещи чтобы реально поебались просто взяли взяли выкрутить заменили ну и китайцы они не предусматривают то что ты будешь там лазеры менять это только у нас наверное в России меняют там лазеры то есть то есть в таких модулях где-нибудь где-нибудь в Америке даже не задачиваться допустим загорел проектор либо ну чем-то не устроил просто выбрасывать покупать новый да ну мы будем мудрить естественно мудрить менять лазер оставить из DVD ну чушь там сказать бедновато живем бедновато я опять пойду курсарным методом я начну его откручивать пилкой то есть сейчас положу что-то кусочек на линзу небольшой ватки ну то есть салфетки чтобы не загадить и откручивать пилкой то есть я так уже много раз делал довольно-таки рабочий метод правда не совсем нифига не откручивается просто нифига не откручивается сранец ладно вот не хочу ацетун лить просто не хочу ацетун лить потому-то я знаю что это будет капец будет ацетун 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 модуль реально загадишь хотя конечно его не жалко особо-то но все равно неונים ацетун 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 и вautre день Вот, пошло, теперь берем пилку, да-да, нет Это у меня кустарный, нет, это у меня кустарный, кустарный, таким, загадкистон, бля Нифига себе, ну честно скажу, вот реально лютая экономия, просто лютая экономия Чего, вот в этом модуле стоит лазерный диод 3,8 миллиметра, ну вообще нагрешь, просто нагрешь Мизерный, мизерный лазерный диод Кстати, хрен узнает, какой еще откручивать Что-то там не прижимные гайки, ни хрена ничего нет, короче Такое ощущение, как будто в натуре одноразовый нафиг какой-то Да, вот реально ничего нет, сейчас будем дальше пробовать его разобрать Может 10 минут где-нибудь здесь откручиваются Может они везти, и стражок вот эти, ну блин, насколько я знаю О, ни фига себе, я разгадал загадку Все-таки разгадал Я его победил Да, оказывается, модуль давненький Хитрожоповский сделал Вот он вот так, оказывается, сделан То есть, ну тоже довольно-таки хороший модуль То есть, дешевенький, но довольно-таки разборный В принципе, как и зеленый И сейчас мы будем сам диод Чтобы показать вам Ну, конечно, потом его отремонтирую, естественно Это я, конечно, уж показывать не буду, когда я его отремонтирую Просто покажу, как разбираем Вот он, 3,8 миллиметров Да Вот такая мелкая пиздюра здесь стоит Да, очень довольно-таки сильно сэкономили Ну, если брать, это сам лазерный проектор То есть, вот такой дуруют И вот такой диод маленький пихнуть Ну, там наоборот, это самое Ну, нормальный диод пихнут 3-5 миллиметров хотя бы Ну, 3,5 миллиметра Какой-то, 5,5 Блядь, его 5 миллиметров диод О, здесь 3,8 миллиметров Моткнули Он такой мелкий Ну, чё ж На этом, вроде, как все Думаю, полезно было То есть Как-то вот так Продолжение следует... Продолжение следует...